Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы говорим о нашем знаменитом томате, который вошел в нашу коллекцию, томат Рим. Средне-позднего срока созревания плоды красные, красивые, рифленые, прям, видите, гофрированные. Вес от 300 до килограмм. Да не может быть! Высота до 2 метров. И вот видите, здесь вот еще вот зеленые такие же вот плоды. Хорошо держатся на плодоножке, не сваливаются. Плодоножка сама как дерево. Плоды очень красивые. И вот сейчас мы будем срезать эту прелесть. Связаем. Там-там-там-тарам. А то вдруг это приклеено все. О-о-о! Так, чуть пониже. Немножко задели его. Это я целовал его, господа. Мощный поцелуй был. Красота! От всего сердца. Пойдемте взвесим. Ну, мы вот на подставочку, на подложку положили подложечку. Такая вот, вот она ручка. А вот этот самый томатик. Ну, это среднего размера, господа. Ай, были у нас и покрупней. Итак, 0. Кладем. Начинается. Сколько? Сколько? 955. Следующий? Ну, с томатом вместе. Покажи. Как с томатами? Ага. А мы что, без томата, что ли, показывали? Ну, покажу. 955, господа. Да чуть-чуть не дотянуло. Не набрали, да. Надо было подложку эту. Хвостик подальше отрезать. Это шутка. Так, ну, это поменьше. Это второй. Ну, 657. Ну, 660. Полтора килограмма два томата. Теперь, как вырастить? Семена. Второе. Обязательно мульчировать почву. Обязательно. Аэрация почвы должна быть, как у нас. И, конечно же, обязательный капельный полив. Вот это всё, что необходимо, если вам нужны семена. И подкормки органикой. Подкормки органикой, да. Мы используем органические биокомпании БТУ, украинской компании. Никакого навоза и прочего химии не прилагаем. А вообще-то щепа, трава, как мульча идёт. И это высокие грядки. Обязательно высокие грядки. Тёплые, очень высокие грядки. А резать мы будем? Давайте резать. Хлороформ, зажим, скальпель, хороший ножик и режем, господа. А вдруг мы вас обманули? Ла-ра-рам, пара-рам, пара-ра-рам, пара-рам, пара-рам. Да, кавказская пленница. Вау! Мама миа, карамба. Это какой-то арбуз? Это арбуз? Да, прямо на арбуз похоже. Ой, карбузы, карматые, карбузы, кошмар какой. До чего нашла наука и техника? Технологии, господа. Ну, короче, очень вкусные, сладкие, мясистые. Вот это просто томатный стейк. Посмотрите. Кто в Аргентине не был и не надо, у вас на даче будет свой, своя Аргентина, свой стейк, свои буфало и свои слампасы. Помпасы, вернее. Короче говоря, все, что вам нужно. Проявите настойчивость, изобретательность. Приобретите семена, посадите и сделайте хорошие грядки с высокими бортами и теплицу. Желательно капельным поливом. Удачи на даче вместе с его величеством Римом, уважаемые дамы и господа, при даче.